Добрый вечер! Неделя не завершена, завтра рабочая суббота, но все же некоторые итоги мы можем обсудить уже сегодня. Николай Николаевич, предлагаю начать, конечно же, с хозяйственных вопросов, потому что мы подводим итоги хозяйственной деятельности Примарии и отделов управления и служб Примарии и муниципальных предприятий. Сейчас объявлен желтый код опасности по ветру. Насколько хорошо справляется предприятие БИО? Мы видим из отчетов. И все-таки есть ли какие-то другие сведения у вас? Ну, когда мы получили, что будет штормовое предупреждение, все службы были подняты в боевую обстановку. Такие предприятия, как ЖКХ, БИО и ДРСУ. Потому что ожидался и дождь, и ветер. Но, как вы видите, по городу мы справились полностью с силами предприятия БИО. Нет у нас незаваленных деревьев. Ветки есть, но силами БИО, творниками это все быстро убирается, складируется и вывозится. Если где-то, может, что-то есть, то есть диспетчерская служба. Могут люди позвонить, обратиться в диспетчерскую службу, ставить свою заявку. И наши службы сразу же выйдут, все уберут, почистят. Ну, то есть на сегодняшний час, на 19.00, все под контролем. Да, я хочу только напомнить, что диспетчерская служба работает круглосуточно. Телефон запишите, запомните, 202-55. Вы можете оставить заявку, и обязательно вам помогут, если какая-то будет неполадка. Я хочу еще напомнить, что в БИО был приобретен специальный аппарат для расщепления веток, для их измельчения. Он работает, поэтому работа предприятия, в общем-то, полностью на ходу. Все нормально, ничего не прерывается, все работает в полном боевом режиме. Мы готовы ко всем, если что-то вдруг случится, предприятию БИО готовы выполнять свои полностью обязанности. В среду на совещании с руководителями муниципальных предприятий и теплоэнергетического комплекса Вы поручили БИО и ЖКХ оказать посильную помощь для вывоза муниципального мусора предприятию ДРСУ. Вот к концу недели справляются ли, оказывают ли помощь? Насколько сложно исполнять это? Вы знаете, да, у нас появилось, ну, люди видят, особенно в частном секторе, опять появились свалки мусора, не убирались своевременно. По какой причине? Ну, люди все уже знают, я уже говорил, и в среду говорил на собрании коммунальщиков, о том, что причина та, что три дня был закрыт полигон, мы опаздываем на трое суток вывозе мусора. Сейчас, почему я обратился к предприятиям, к директорам предприятия БИО и ЖКХ, потому что без их помощи, ну, предприятие ДРСУ не могло справиться своими силами, потому что надо технику, надо людей. И, конечно, огромное спасибо, что директор ЖКХ Параскан Татьяна Борисовна сразу же откликнулась, выделила технику, выделила личный состав свой для уборки, там они распределились по графику. К сожалению, БИО не смогло помочь данному предприятию, потому что у БИО есть свой объем работы огромный, и еще желтый код. И предприятию БИО было принято мной решение, чтобы оставить, будем так говорить, на боевом дежурстве, чтобы они следили за ситуацией в городе. И, не дай бог, что-то бы случилось, вы помните, когда осенью у нас падали деревья ночью на восьмом квартале, и быстро реагировали, выезжали рабочие дежурные бригады на устранение завалов из деревьев, которые упали на восьмом квартале. Поэтому я опасался, что если такое вдруг произойдет, поэтому люди должны быть свободны и сразу реагировать. Потому что, поэтому я и подключил только после среды совещания, директора ЖКХ попросил, она откликнулась сразу. Но сейчас входим в режим, поэтому горожане должны, я знаю, сегодня у меня было еще много звонков с разных адресов в частном секторе, где есть еще мусор, но постепенно мы его вывезем. Я хочу также напомнить, что вот на этом же совещании исполняющий обязанности ветра ДРСУ Юрий Николаевич Хмарный отчитался о проводимом ремонте, ямочном ремонте улиц. Там тоже работают две бригады, это очень сложно, они работали все праздничные дни, выходные дни, несмотря на субботу, воскресенье, понедельник, когда были. Я хочу напомнить, что все это происходило в рамках программы, которая, в рамках реализации принятой муниципальным советом программы по реабилитации дорог к муниципе. Это ямочный ремонт. И очень отрадно, что с пятницы прошлой, 13-го числа, все-таки дорога Штефа на Челмаре, где идет капитальный ремонт дорожного покрытия, все-таки перекрыта. Я понимаю, неудобства, но зато никто не идет на абразуру, и все идет в движение. Вы знаете, все равно есть наши горожане, недовольные тем, что перекрыта дорога, и сегодня приходили и в личном общении, подходили, что откройте дорогу движением по полосам. Я бы еще раз хотел извиниться. Не получается открыть дорогу по полосам, потому что, наверное, нет у нас культуры. И тому свидетельство было то, что происходило две недели назад и неделю назад. Поэтому я принял решение не открывать данный участок дороги. Сейчас они его заканчивают, переходят от Первомайской до Горького, и тут тоже будет дорога перекрыта, и начнется здесь ремонт данного участка дороги. Я хочу извиниться перед горожанами, что мы с опозданием на одни сутки опубликовали на официальном сайте Примарии новые маршруты движения пассажирского транспорта. Но так получилось, мы тоже не всегда все успеваем сделать вовремя, в тот же день, и поэтому мы опубликовали с опозданием на один день. Я все-таки думаю, что ситуация стабилизировалась, и люди уже привыкли к тому, что график еще будет меняться, к тому, что у нас будут вот такие временные трудности. Хотя бы напомнить 80-й год, когда та же Штефа на Чалмаре, в то время улица Ленинградская, была перекрыта для покрытия бетонного, потому что мы все были в ожидании Олимпиады 80. Николай Николаевич, вот через зрителей интересует следующий вопрос, касающийся тоже ремонтных работ, но восстановления мест разрытия после проведенного ремонтных работ на сетях. Точно так же мы слышим каждый раз на совещании, да и в этот раз в среду было сказано, что было два прорыва небольших на сетях водопровода. Но бывают различные прорывы, когда необходимо разрытие. Кто восстанавливает, и как происходит этот процесс? Вы знаете, восстанавливает однозначно это предприятие ДРСУ. У них заключен договор между муниципальными предприятиями и между другими предприятиями, находящимися на территории муниципия. Однозначно должно восстанавливать все предприятие ДРСУ. Вот вы говорили за ямочный ремонт. Вот вы знаете, да, сделали ямочный ремонт. Вернее, не сделали, делаем ямочный ремонт. Я проехал. Вот я как автомобилист недоволен этим ямочным ремонтом. Я вызвал директора предприятия. У нас с ним была беседа. Я думаю, он меня понял, я услышал его просьбу, что ему мешает, не ему мешает, а им мешает делать более качественное, потому что ямочный ремонт осуществляется. Да, они заделали, вырезали, заделали данную латку, положили. Но когда автомобилист наезжает колесом, он все равно есть какой-то провал. Я ставил задачу, чтобы это было заподлицо. Но мы все понимаем, чтобы это было максимально выровнено. Да, максимально выровнено. На что директор ДРСУ мне говорит, да, ну, говорит, мои работники поливают до сих пор, с чайника ходят, битум поливают, чтобы потом была скрепка. Да, мне сегодня неприятно это слышать. И я когда был в Москве буквально месяц назад, когда прервалась моя командировка, вот я там смотрел на данный вид ямочного ремонта. Вот там я увидел эту технику, что я говорил тоже на вашем телеканале. И я принял решение, что мы обязательно приобретем эту технику, чтобы она была более качественная, осуществлялся этот ямочный ремонт. Но на сегодня еще не вся техника задействована или вся техника задействована? Вы понимаете, я сегодня подписал несколько документов, обращения в прокуратуру Ченя о том, что бывшее руководство, это Пчела Сергей Владимирович, сделал с закупкой техники, которая до сих пор не задействована и стоит под забором разобранная. Вот теми завтраками, что они меня кормили, что завтра приедет поставщик, завтра он устранит, в Италии едут запчасти. Чтобы вы понимали, на сегодняшний день никто не приехал, никакой поставщик, я оглашал эту фирму, кто поставлял эту технику. Никакие запчасти не пришли до сих пор в город. И поэтому я принял решение для себя, чтобы уберечь тех людей, которые не виноваты в этом, потому что ходить с чайником поливать сегодня, это неправильно. И то, что более трех миллионов лей было потрачено на технику, и пускай разбирается прокуратура, кто там брал, за что они, как они купили эту технику. Мало того, они купили эту технику бэушную, на что был всегда Ренат Георгиевич запрет, так они купили ее в неисправном состоянии, которое вот уже год стоит под, будем говорить, под сеткой. Когда они купили данную технику, они умудрились взять в аренду технику у колоражской фирмы. Они 3 миллиона потратили на данную технику, так они еще потом параллельно платили за ту же технику, деньги за аренду. Ну пускай разбирается прокуратура, и пускай они отвечают за это, но уже хватит, понимаете, они натворили дело, сейчас кто-то должен за это отвечать. И это были деньги муниципального бюджета? Конечно, 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 больше 3 миллионов лей. Но вот Николай Николаевич, если мы говорим о том, что сегодня рабочие ходят с чайниками, и в целом ситуация по старению трудовых ресурсов, об этом можно говорить. То есть даже если будет новая техника, специалистов нужно обучать. На сегодняшний день большая проблема специалистов, молодых специалистов, кадровая политика. И в троллейбусном управлении мы слышали выступления на Совете. Не только в троллейбусном управлении, не только в ДРСУ. Та же проблема сегодня у нас есть и в больнице, если не посещал городскую больницу. Вы знаете, когда мне подошла медсестра, и она получает 2800 лей. Медсестра, которая, задумайтесь, не просто медсестра, а медсестра, которая перевязки гнойные, извините это слово, моча, кровь. И я говорил ей сегодня, сколько вы получаете, нам говорит Николай Николаевич, 2800. Вы знаете, мне пот прошит. Но мы ничего сделать не можем на уровне муниципи, это надо делать все на уровне республики. По-другому никак. Но сегодня наши врачи уезжают в Румынию, потому что в Румынии сегодня достойные зарплаты. Сегодня мы можем остаться с кем? Врачи уедут, кто придет лечить? Наших людей. В общем-то кадровая политика существует, и в местах питания, и даже в учебных. По ДРСУ я вам скажу однозначно, вот сейчас наладились у нас опять, но они не прекращались, партнерские отношения с Москвой, Московской областью. Сюда пойдут наши специалисты, будем обменяться опытом, но они скорее будут там учиться, две недели, как правильно делать ямочный ремонт, и как правильно справляться с той техникой, которую мы хотим приобрести на территории Российской Федерации. И если вы заметили, ну и люди, наверное, горожане заметили, о том, что мы обновляем парк. Да, это очень существенно видно. И это все видят. В ЖКХ мы обновляем парк. Сейчас мы приобретем в ЖКХ вышку, которая нужна для ремонта шло в девятиэтажке. В био, в предприятия, мы там тоже все обновили. Вы знаете, те добрые дела, которые начал Ренат Георгиевич Усатый, он дарил это все. Дарил тот же Вольво, машину, которая убирает дороги, те же трактора на ЖКХ, прицеп. Потом мы начали это все приобретать с муниципального бюджета. То есть нашлись деньги. Можно было найти раньше? Не то, что можно было. Нужно было, чтобы меньше было брать куда-то и строить себе какие-то там замки, непонятно, за городом, там на дачных поселках. А надо было покупать технику, приобретать технику для таких предприятий, как муниципальных. Ну, у вас вчера был на передаче Геннадий Шмульский. Он, я думаю, все прекрасно разложил, что касается цифр, и люди поняли, потому что сегодня, сегодня из встреч с людьми, они говорят, ну, слушайте, Геннадий Леонидович вчера так все разложил, что нам все понятно. Теперь куда девались деньги? С рынков и с других предприятий, особенно с водоканала. Ну, тогда мы поговорим еще о деньгах, тогда о финансировании несколько другом, потому что у нас объявлено публичное консультирование по оказанию материальной помощи семьям, которые прожили 50-60 лет. Это было традицией, и средства для оказания помощи этих семьям были выделены раньше из муниципального фонда социальной поддержки населения. Фонд, мы знаем, к сожалению, был расформирован, и поэтому сейчас такое бремя легло на резервные фонды муниципия, и решением советницы, совета было объявлено о публичном консультировании. Вы знаете, я просматривала почту заявителей, и так было обидно, что заявление семьи Бороденек, которые прожили вместе 55 лет, ни в одной категории и ни в другой, вот им тогда было отказано. Правда, они подавали несколько ранее это заявление, они прожили вместе 55 лет, но было отказано именно по причине того, что нет средств, потому что нет фонда. А в резервном фонде эти деньги не предусматривались с положением о резервном фонде. Скажите, пожалуйста, можно ли внести еще какие-либо изменения, и как сегодня поддержать в преддверии Международного дня семьи, который отмечается в мае месяце, как можно поощрить этих людей? Может быть, обратиться к спонсорам, может быть, просто продумать еще какую-то ситуацию? Ну, скорее всего, сейчас надо обратиться к спонсорам, но если и другую ситуацию, то это надо пропускать все через муниципальный совет. Но в тот тупик, который мы попали сегодня с муниципальным советом, вы, наверное, сами наблюдаете, сами видите, я даже не хочу обещать данным людям, что через муниципальный совет этот вопрос пройдет сегодня. Так как, не знаю, будет у вас дальше вопрос, что касается финансов, или не будет? Да, я хотела бы, обязательно, потому что мы говорили о финансировании еще и с Анатольной Дубицкой в среду, и она настолько ярко, настолько полно рассказала о тех проектах, которые внедряются и предполагается внедрить в учебных заведениях. Я хочу просто напомнить, что был вынесен также проект по финансированию из польского фонда гимназии Кузы, причем это поддержка польского фонда при участии в премьерии муниципия всего 23,96% и 69, нет, да, 96% это будет вклад в муниципию. Это всего 200 тысяч лев. И вот этот вопрос сегодня под огромным-огромным знаком... Срывом. Да, он, да. Срывом. Ну, называйте вещи своими именами. Ну, в общем-то, да, потому что подписание должно было быть 26 апреля. Сегодня, уходя, или же завершая, или прерываясь на очередной перерыв заседания 9-го, внеочередного заседания Совета, было решено одним из предложений, было предложение о четверке. Четверг – это 26 апреля. Это дата подписания договора. Как быть в данной ситуации? Ну, дата подписания договора 27 апреля. Ну, 26. Как быть в данной ситуации? Вы знаете, да, для Бельц это и для данного лица это огромные деньги. Речь идет о 600 тысяч леев. Этот проект спасибо Татьяне Дубицкой, Татьяне Анатольевне Дубицкой и Ренате Гридинару, муниципальному советнику, который очень сильно продвигает данные проекты. У нее прям душа за это переживает. И она сегодня, когда она увидела, что опять не собрались советники от фракции, европейской фракции и фракции за развитие Бельца, вы знаете, наверное, им надо поменять название фракции. Это не должно быть за развитие Бельца. Это Бельца тянем назад, скорее всего, фракция называется, их фракция. Сегодня там не только этот вопрос затормозился. Вопрос, что касается 20% оплаты нянечкам и работникам детских садов и школ. Вопрос ветеранам Великой Отечественной войны по 5 тысяч лей к преддверии 9 мая. Сегодня, я вчера сел за круглый стол, по-другому я не могу сказать, представителем двух фракций с господином Поводским и господином Гитсу. Было много телеканалов, много камер. Обговорили вопрос. Они хотели сделать какую-то параллельную свою фракцию, чтобы там на фракции что-то приняли. Но это их фракция, их фракция. Пускай они там принимают, что они хотят. Но выходят с этим на сессию, на совет. Сегодня был совет 16.00, где вчера я публично при всех советниках их фракций обратился. Придите, пожалуйста, сегодня в 16.00 проголосуйте за вопросы, что касается 600 тысяч лей для данного лица, для данной гимназии. По 200 лей добавка к заработной плате для категории нянечки, повара до школьных учебных заведений. И для ветеранов. Вы, наверное, наблюдали, что пришел сегодня только господин Бучацкий и господин Усатый. Потом подъехал господин Топольницкий. Все, не было у нас 18 человек, и мы не смогли принять данное решение. Что будет дальше? Они предложили, чтобы сели за стол переговоров председатели фракции и оговорили день, время, в какой будет сессия. Будет это понедельник, будет это вторник, будет это четверг. Потом, выходя, господин Погонский назвал четверг в 10 утра. Сегодня господин Бучацкий также говорит, давайте в 10 утра, в четверг. Но, скорее всего, в понедельник, вторник председатели фракции встретятся, точно подтвердят, какой день. И фракция, наша партия, она готова садиться. Вы видели, они пришли все в полном составе и ждали, когда придут их коллеги. Коллеги, коллеги. Коллеги не пришли. Горецко начало звонить по телефону, вы тоже это наблюдали. Да, все было снято. Николай Иванович, если быть совсем уже точным, то можно поднять любую запись, особенно тех, кто записывал полностью трансляцию. Первоначально было предложение представителя фракции за развитие Бельц. Это понедельник, вторник, несколько раз было сказано. И только потом он сказал, что это может быть дата, виднее, день, как четверг. Я хочу напомнить, что также говорили о том, что 24 апреля, это у нас вторник, обязательно будет торжественное маршествие к памятнику жертвы Чернобыля. И поэтому, наверное, этот день был бы тоже, тем более, такая практика уже была, если опять-таки вернуться в прошлые годы, то сразу после возложения шли на советы, заседали советники, и это было возможным. На сегодняшний день эту ситуацию нужно выводить как-то на более разумный выход. И вторник, наверное, среда, это наиболее... Но, впрочем, это вопросы советников ни в коем случае. Да. Это не хочется, понимаете, не хочется, чтобы муниципий, будучи надежным партнером при воплощении и внедрении проект, грантовых проектов и остальных проектов, оказался вдруг ненадежным для иностранных инвесторов. Я думаю, что это все еще будет возможным, и вот это продолжение заседания, к сожалению, ни к чему не привело. Итак, сегодня мы говорим о том, что это может быть поздно и для заседания, и для работы, качественной работы окружного избирательного совета, о чем сегодня Ирина Мерчина буквально с трибуны, ну, чуть не плачь, если можно, я расскажу, это был клик души, потому что действительно стоит работа, они опаздывают на две недели. Все поданные заявки, они должны быть рассмотрены, должны быть отправлены. Она не может приступить к своим обязанностям секретаря окружного избирательного совета и не может вести эту работу. И я все-таки хочу, ну, хочется спросить с датой, вы так и не определились еще сегодня, не думали. Вы знаете, на созвоне просто. Вы знаете, когда Лена Грецко попыталась сегодня, чтобы мы решили эти вопросы, что вы говорите по окружной комиссии, по финансам, звонить коллегам своим, члены европейской фракции ответили через две минуты, нам надо проконсультироваться, через две минуты перезвоним. Перезвонили одному советнику, он сказал, не хочу назвать его фамилию, он сказал, что я не могу. Перезвонили второму советнику с европейской фракции, он сказал, почему вы вчера не пришли, на что Елена говорит, так вчера была фракция, там не было вчера сессии, сессия сегодня. Он сказал, вы должны меня уважать, что он имел в виду, я вообще не понял. Его вроде бы всегда уважали, но вот этими поступками уважения я не вижу, чтобы они какие-то, ну, неправильные поступки, понимаете, это происходит. Будем взаимновежливы друг к другу, правда же? Дорогие друзья, мы должны будем с вами сейчас уйти на короткую рекламу, после которой вернемся обязательно в студию программы и продолжим разговор с Николаем Николаевичем о проблемах и об итогах уходящей недели. Локуи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 И еще одно событие, которое произошло на этой неделе, она была, она короткая, но очень насыщенная Вчера Бельце посетила чрезвычайно полномоченный посол Федеративной Республики Германии в Молдове Ее превосходительство, госпожа Джулия Монар Была такая возможность встретиться со всеми советниками Ну, с утра была встреча в премиурии и с вами как с претендентами на выборах У них была встреча с каждым из претендентов Но затем в 4 часа была такая возможность всем советникам прийти и побеседовать с ней. Николай Николаевич, раскройте скобки, потому что нам было очень интересно, но прессу туда не пустили. Это была закрытая встреча, и все же хоть немножечко. Какой-то штрих из той встречи, которая была с советниками. Правильно вы говорите. Первая встреча была с 9 до 10 утра. Это в рамках, я как исполняющий обязанностей встречался, проблемы в Бельсах, какие есть вообще трудности, кто-то ли мешает. Разговор получился откровенный. Потом со мной встречались как претендентом на кресло мэра. Пообщались, обменялись телефонами. Будут следить и будут смотреть. Обязательно попросили, что будут наблюдатели на избирательных участках у нас в Бельсах. В 16 часов была встреча со всеми советниками. Заранее, насколько мне известно, Людмила Довгань обзвонила всех советников, разослала всем на почту и приглашения, телефонограммы, что в 16 часов посол ФРГ хотел бы встретиться со всеми советниками муниципального совета города Бельс. В 16 часов я пришел тоже на эту встречу. Вы знаете, к моему удивлению, советники были только от фракции нашей партии. Почему? Не понимаю. Приглашали всех. Ну, видать, кому-то стыдно приходить туда, чтобы все вместе сесть за круглый стол. Кто-то не хотел. О чем разговор был? Ну, обо всем. Коротко сказать, что в конкретном предмете, но это ничего не сказать. Разговаривали с каждым советником по отдельности, вы правильно говорите, без прессы. Был посол ФРГ, два помощника посла. И каждый советник высказывался о проблемах в городе, о своих личных проблемах, как на него, кто давит, не давит, как принимаются решения. И мне бы не хотелось дальше развивать эту тему, потому что есть определенные договоренности с послом ФРГ. И то, что правительство Германии будет доложена обстановкой, которая находится сегодня в Бельсах. В частности, в Бельсах. То, что во всей республике, это понятно. А в частности, в Бельсах. Конкретно с фамилиями. И также будут евродепутаты опять оповещены, потому что у них информация была другая. То, что было после голодовки, что закончилось, что ни на кого ничего не давят, все сами принимают решения на муниципальных советников от фракции «Наша партия», что все у нас нормально. Но когда вчера советники высказались, к большому удивлению, посол был очень удивлен. То, что происходит сегодня в Бельсах. И когда задали вопрос, посол задал вопрос, что случилось, почему советники покидают вашу фракцию, начали объяснять, почему, как, за что. Прям пофамильно. А вот Вадим Г. задал нам вопрос о том, что... Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, насколько верно то, что утверждают сейчас вышедшие из фракции нашей партии супруги Елены Рыбак и Дмитрий Посад. Они раздают интервью и уверяют, что никакого прессинга на них со стороны правоохранительных органов не оказывалось. И что на самом деле они покинули фракцию по причине внутренних разногласий, касающихся идеологии. Но для того, чтобы, может быть, в подтверждение слов Вадима, может быть, посмотрим сюжет, который подготовили мои коллеги. Пожалуйста. Я муниципальный советник от нашей партии Елены Рыбак. И вчера мне, моей семье, нашей всей команде удалось убедиться еще раз в том, какой беспредел может совершить правящая партия. Вчера с 8 часов вечера, вначале у моей мамы, потом у мамы моего гражданского мужа, после у моей тети с дядей, в этих домах появлялись представители из Центра организованной преступности. Эти люди пытались найти меня и вручить мне повестку на то, чтобы я пришла еще раз, подчеркиваю, я в прошлом преподаватель, сейчас кормящая мама, маму грудного ребенка, чтобы я пришла в Центр по борьбе с организованной преступностью. Без того, чтобы мне определили статус, обвиняемый, подозреваемый, мне устроили допрос в бывшем шестом отделе по непонятно каким фактам, перечисление на деньги у каких-то смешных сумм, 300 лей, 900 лей, во время того, когда я работала в лице Дмитрия Консемира, какие-то мои отъезды в отпуск, по рабочим командировкам. И когда я сказала о том, что я не помню происхождение денег, которые были в 2016 году, у тех 300 или 900 лей, мне сказали, что ты же понимаешь, что будут из-за тебя следовать другие люди, что это только начало, и все мы взрослые люди. Да, это, конечно, спасибо большое за то, что вы подготовили материал, успели за то время, пока был вопрос у нас на столе, вот ребята успели собрать эту сборку, сделали, спасибо большое за оперативность. Это Елена говорила буквально месяца два-полтора назад. Что произошло, получается, по причине внутренних разногласий, касающихся идеологии? Сегодня они вышли из фракции. Вы знаете, мне очень неприятен этот вопрос. Особенно неприятно, что здесь касается за Елену Рыбак. Вот я бы не хотел бы вообще об этом говорить, но если спрашивать телезрителей, чтобы никто не подумал, что я ухожу от ответа, вы знаете, это ложь. То, что говорит Елена Рыбак в данном видео, это была правда. Все про это знают. То, что сегодня пишут в СМИ, что они вышли по идеологии, это вранье. То, что они сегодня делают, особенно ее муж Дмитрий Посад, вы знаете, есть женщина у нас, коллега Галина Чайковская, вот она сейчас находится в реанимации. Что случилось, в двух словах я постараюсь объяснить. Женщина двое суток не спала. Она работает на предприятии Инкомлака. К ней подошел начальник безопасности Русу. Посадил ее в машину, увез в Кишинев к хозяину Инкомлака. С ней там поговорили и сказали, значит, или ты переходишь вчера в 12 часов дня во фракцию за развитие Бельцы, или мы тебя увольняем с работы. Женщине остался год до пенсии. То есть это не молодая девочка. Она приехала сразу в премарию. Пришла был я, была Елена Грицко, еще наши коллеги. Рассказала данную ситуацию, плачет, крик души, говорит, я взрослый человек, говорит, я никогда не была предателем, ни я, ни мой муж, ни мои дети. С меня хотят сейчас сделать предателя. Я говорю, Галина, успокойтесь, не принимайте никаких решений, потому что семья – это прежде всего. Но нет, Николай Николаевич, я решила. Звонок. Открывает телефон Дмитрий Посад. Я говорю, отвечайте. Она отвечает, ставит на громкую связь. Разговор. Галина, вы идете к нам на фракцию? Она говорит, Дмитрий, на какую фракцию я должна идти? Ну, вот мы здесь собрались за развитие Бельска. Господин Повонский спрашивает, вы будете или нет? Дмитрий, я не буду ни в какой вашей фракции, никуда я к вам не перейду. И чтобы вы понимали, буквально через час, я со встречей с послом, у нее поднялось давление, благо Радюкова была в примарии, вызвала скорую, и говорит, что на час, еще бы час, и мы бы опоздали. Ее положили в реанимацию вчера, и какие-то люди уже ночью звонили, есть ли у вас такая Чуйковская, какой диагноз, где она лежит, в больницу звонили. Понимаете, до чего доходят? Если Дмитрий Посад говорит, что он ушел по идеологии, то спросите его, сколько раз он приходил и говорил, что угрожают его нанашки, что могут забрать бизнес у нанашки, которая работает в фотосъемке, свадьбы, там, видео. У Елены Грицко сколько раз приходили, проблемы у тети на ВД-канале, проблемы у бабушки. Мы обещаем вам решить все проблемы, если вы выйдете с данной фракцией. Они вышли. Вышли вы, все, но если к Елене у меня еще меньше претензий, то к этому мальчику Дмитрию, у меня к нему большие претензии, потому что у него есть мать, есть мать такая же взрослая. Какое ты имеешь право звонить этой женщине и говорить, что ее ждут в этой фракции? Кто ты? Кто тебе дал такое право? Вы же понимаете, эта фракция чем занимается? Вот мои коллеги же вышли, многие в этой фракции сегодня. Они мне боятся смотреть в глаза. Почему? Не потому, что они слабые люди. Михаил Шварц, Владимир Кептенарь, Сергей Балан. Они нормальные люди, но они заложники. Они голодали вместе с нами? Конечно, они были на голодовке с нами, все пять дней они с нами голодали. Они заложники сегодня, кто бизнеса, кто семьи. Всем угрожают, всех держат. Ну, вот есть какая-то совесть у того же господина Повонского, Иордана, кто их обрабатывает? Или вчера, знаете, у них было секретное заседание в паспортном столе на втором этаже. Они делали планы, идти сегодня нам на сессию или не идти. И если господин Маху думает, что он такой сильный у нас стратег, то он глубоко ошибается. Николай Николаевич, заседание было секретным. Откуда вам это известно? Вы знаете, даже на том заседании у меня есть запись разговоров о том, о чем они там говорили. Стратегии, которые вот обо всем и ни о чем. Давайте мы тогда подведем итоги недели такой насыщенной предвыборной или же сессии и фракции. Значит, неделя еще была насыщенной тем, что и судьбоносно вы подали документы в окружной избирательный совет муниципе АБЛС номер 2 как претендент на выборы в Примара. Вот окончательное слово будет за ЦИК после за окружным избирательным советом. Увеличится ли ответственность на вас в предвыбранную кампанию и после? Да, увеличится. И я думаю, что намного больше, потому что я, как кандидат, должен заниматься предвыборной кампанией. Также на мне есть ответственность, как я хоть и сдам полномочия, исполняющие обязанности, но мы работаем в команде и принимаем решения в команде. И я каждый день буду, будем так говорить, на рабочем месте. Если это будут избиратели, я буду с избирателями, но также я буду возле своей команды, рядом в Примарии, и принимать те или иные решения, мы будем обязательно вместе. Поэтому увеличится. Я думаю, мы ответим еще на два вопроса наших телезрителей, касающихся предвыборной кампании. Хотя, напомню, мы подводим итоги недели хозяйственной деятельности, муниципальных предприятий. Звоните 88155. Вопрос, который только что передали мои коллеги, Елена Грецко тоже выставила свою кандидатуру в мэра Бельц. Так за кого голосовать? За Григоришина или за Грецко? Не навредите ли вы себе таким ходом? Вы знаете, мы объявляли, объявляли, сейчас тогда я повторюсь. Почему был сделан данный шаг? Данный шаг был сделан потому, что есть угроза снятия с выборов меня как кандидата на пост примара муниципия Бельц. Значит, если меня снимают как кандидата, то, естественно, пойдет независимый Елена Грецко. Сегодня, вчера она сдала документы, вчера, вернее, сейчас мы ждем уже регистрации ее от избиркома. Это буквально, наверное, понедельник, вторник. И сейчас идут подсчитывания голосов, потому что она идет как независимый кандидат. Они сдали более чем 5800, кажется. 5960, если быть точным, я просто... Ну, я говорю, больше чем 5800. Вообще было больше 6000 подписных, насколько я помню. Подписи, да? Да, подписи. И, ну, сдали 5960, значит, 5960. Уважаемые телезрители, еще раз говорю и вам обращаюсь и поясняю, этот шаг был сделан только для того, чтобы, если меня снимут как кандидата на пост примара, то пойдет Елена Грецко. Если меня не снимут, значит, иду я основным кандидатом от нашей партии. Естественно, я буду призывать, чтобы голосовали за меня. С партии социалистов обзванивают людей, предлагают прийти в офис за подарками, а потом проголосовается Александра Усатова. Ведь это же подкуп избирателей. Я вам больше скажу. Они не только обзванивают, они ходят по домам, раздают продовольственные пакеты и говорят, голосуйте за Александра Усатова, это брат Рината Усатова. И наши бабушки, чтобы вы понимали, приходят и говорят, так это же брат Рината Усатова, мы будем за него голосовать. Ну, я говорю, это не брат, скорее всего, они далеко друг от друга, как братья. Это однофамилец, но тот Ринат, который Усатый делает добрые дела для всех людей, начиная с бедных людей и социальных столовых, что творилось зимой, и круглый год помогает людям те же операции, те же социальная помощь, подарки ветеранам, подарки малоимущим. И тот, который 12 лет был у власти, ничего не делал. Аппаратные совещания уже не проводились несколько недель, потому что у нас были короткие дни, перед выходными две недели не проводились, и тем не менее на постоянном контроле социальные бани, социальные столовые, которые должны быть открыты при бане, в этот комплекс весь войдут. И фонтан. Да, и фонтан к 9 мая или к дню города. Николай Николаевич, насколько часто вам отчитываются управления именно по этим двум, этим трем важным? Три раза в неделю. Три раза в неделю. На какой стадии сейчас находится? Сейчас находится, вот я как исполняющий обязанности, совет меня уполномочил подписать документы, что касается фонтана. Я сегодня был целый день в ожидании того, что мне нужно было выехать в город Кишинев на подписание данного договора, и нотариус, который будет осуществлять данную сделку, назначил завтра, на завтрашний день подписание, в какое время еще не уточнили, но завтра я уже подписываю документы о том, что экономический агент передает городу фонтан безвозмездно. Чудесно. Да, и это вот радует такое событие, потому что от этого у нас и пойдет дальше, как быстрее пойдет строительство. Хорошо, это хорошая новость. Просьба от всех пенсионеров 10-го квартала. Все автобусы сейчас идут с северного вокзала мимо стадиона в центр. Пустите хотя бы одну единицу маршрутки или автобуса по набережной. Ну, я не знаю, насколько это... То есть именно соединить северный вокзал и автовокзал по набережной. Одиннадцатая маршрутка, которая проходит мимо, она очень маленькая, невместительная, и, в общем-то, люди не могут поместиться. Я записал себе данный вопрос, и жителям 10-го квартала я обещаю, что в ближайшее время там пойдет маршрутное такси. Вопрос, поступивший буквально за несколько минут до прямого эфира, Андрея Назарова. Добрый вечер. Вопрос по стихийной автостоянке на игровой площадке по адресу Карла Маркса 6. Совести нет. Футбольную площадку, на которой играло не одно поколение, превратили в стоянку. Дальние ворота вообще спилили, дабы был заезд для автомобилей. Дети играют в футбол на одних воротах. Разберитесь, пожалуйста. Адрес Карла Маркса 6. Футбольная площадка. Это плохо. Вы знаете, когда спортивные площадки берут, превращают в автомобильные стоянки. Это неправильно, я считаю. Если говорить в целом о детских площадках, не только о футбольных, но и о детских игровых площадках и комплексах, то было дано также поручение, было дано и собрать, и разработать единый схему всех площадок в городе, и единый план составить. Мы ждем такой окончательный вариант для опубликования на сайте премьерии. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас продвигается эта работа? Видели ли вы этот план? Совсем ли согласны? Вы знаете, я план видел. Я сделал замечание, вернул его на доработку. Так как много пожеланий. Каждый двор хотят иметь свой детский комплекс, детскую площадку. Я как физическое лицо, я готов полностью, я согласен. Но есть же еще финансовая сторона вопросов, поэтому я попросил мне объединить дома, где можно поставить комплекс, где можно поставить отдельную площадку. Поэтому я дал на доработку данные адреса. Вот я думаю, что на этой неделе нет. На следующей неделе до среды, до четверга я уже получу более все детально, и мы приступим к воплощению. Ну и мы обязательно это все опубликуем и будем показывать. Скажите, пожалуйста, конечно же, вы тоже обращали внимание, впрочем, как и многие, кто приезжает из других городов, из других стран, детские площадки обязательно оборудованы напольным покрытием или земляным покрытием, напольным. У нас, к сожалению, этого пока нет. И мы с детьми съезжаем с горок буквально вот либо в песок, либо в землю. Знаете, это правильное замечание. Это правильное замечание. И очень... Я с ним полностью согласен. Но когда я начал изучать этот вопрос, чтобы отдельно постелить напольное покрытие, то напольное покрытие стоит больше, чем стоит детская площадка. Поэтому я... Пожелание такое, когда вот будут проходить конкурсы, я попросил учесть, чтобы напольное покрытие хотя бы там, где съездные горки входило в стоимость тендера. Песок ставить... Пробовали. Ну, он быстрая... Нет, знаете, какой минус? Какой? Песок забивается. Не забивается. Кто-то берет этот песок, уносит. Ой, говори, он раз... Он куда-то пропадает. От кошечек, да? Для кошечек и собачек. А второе, там на песочке располагаются собачки, кошечки. И дети уже туда боятся подойти. Поэтому я попросил уходить от практики песка. Но у нас вопросы и проблемы с бездомными собаками остаются еще номер один. И если даже не подходят домашние, то очень много свор, собак. Это абсолютно на постоянном контроле и постоянно, говорится, даже на священниках. Знаете, я каждый день поднимаю этот вопрос каждый день, что касается собак. И вот мы сейчас пойдем форсировать, чтобы строить быстрее питомника. Я думаю, что вот-вот мы прямо... Но пока нужно обязательно учесть. Уже потеплело. Если до этого нельзя было содержать собак, которых подвергли операции, то сейчас уже потеплело. Ну, их, наверное, можно ускорить и темпы проведения операции. Мы выделили помещение. Да. Сейчас там сделают нашими силами, нашего предприятия, ЖКХ, ремонт, будем так говорить, косметический, для того, чтобы можно было делать там операции. И содержать потом животных там первое время. Первое время. Совершенно верно. И к тому времени, я думаю, что компания, которая выиграла тендер по строительству питомника, уже как-то сдвинется с места, потому что договора уже все на руках, все договора подписаны. Осталось только отбить точки, установить забор, и все, можно начинать строительство. Ну, хотя бы этот момент облегчает, или, так скажем, дает надежду на то, что мы скоро сможем этот вопрос начать решать. Дело в том, что я хочу напомнить, что если у кого-то из горожан беспокоит такое количество собак, или они знают, где находятся эти стаи, то можно позвонить пока еще по номеру ДРСУ 31210, это номер телефона приемной, и оставить свою заявку, для того, чтобы можно было каким-то образом обеспечить сохранность и животных, и безопасность людей, взрослых и детей. У нас вопрос еще был к чистке колодцев, и этот вопрос, который задают не только здесь, но и задают приходят с заявлениями. Часто горожане просят восстановление и чистка колодцев, особенно расположенных в частном секторе, а также туалет, в которой находятся также на территории частного сектора. Куда сегодня можно обратиться, кто ответственный за такую чистку? Вы знаете, по-моему, конечно, ответственной за чистку колодцев должно быть предприятие Водоканал. Но у нашего предприятия Водоканала нет такого вида услуг. Сегодня чисткой колодцев занимается, насколько мне известно, это МЧС и частные компании, которые имеют оборудование, имеют лицензию данного вида услуг. Вот они этим занимаются. К сожалению, Водоканал, по моему мнению, да, однозначно должен заниматься Водоканал. Я думаю, что мы этот вопрос наладим, но сегодня я говорю, что у них нет лицензии на данный вид услуг. Я не случайно спросила в начале эфира, хорошо ли нас слышно сегодня в прямом эфире, потому что в прошлый эфир, в среду, я знаю точно, что это было, ну, не знаю, почему так случилось, у всех ли телевизионных вещателей это было, но звука не было. Так вот, один из вопросов, с которым приходят горожане в 114 кабинет премарии, это кабинет, который занимается приемом заявлений и обращений от физических лиц, я напомню, просто, где это находится и чем занимаются мои коллеги. Так вот, один из вопросов, который беспокоит людей пожилого возраста, это те звонки, которые раздаются от каких-либо фирм, оказывающих услуги по подключению к телевидению. Говорят следующую фразу, мы вам гарантируем бесплатное подключение к телевизионным каналам, вам для этого необходимо зайти в премарию, взять какой-то сертификат и предоставить работникам этой фирмы. При этом они не указывают, либо так быстро произносят название фирмы, где они находятся, что люди пожилого возраста просто не успевают. Вот такие две посетительницы были в премарии, хотели оставить заявление, к сожалению, мы такого заявления не принимаем, получив адресацию в Молтелеком, их снова отправили в премарию. Не является это мошеннической схемой и как бороться с мошенниками? Что можно посоветовать этим людям? Ну, знаете, главное, чтобы эти женщины и вообще люди в возрасте не платили деньги за вот такого вида услуг, а пускай сразу идут в полицию и пишут заявление. Нет в премарии никаких приемов и заявок для каких-то бесплатных телеканалов или еще каких-то либо вещаний. Поэтому это чистая мошенническая схема. И разобраться необходимо прямо с заявлением в полицию. Конечно. Госпитат политполиции. Николай Николаевич, я сегодня попыталась выяснить в управлении архитектуры о том, тот вопрос, кто занимается текстовой, так скажем, составляющей, которая публикуется на огромных панно растяжках, установленных в городе. То есть то, что стойки мы знаем заявляются частной собственностью, они приобретены кем-то, за них оплачиваются за аренду, это мы знаем. Любой желающий может подойти в фирму, заказать себе растяжку с любым текстом и вывесить ее на всеобщее обозрение. Я говорю в данном случае о том, что содержание это может быть самым разным. В последнее время, насколько я уже заметила, тоже мне подсказывают и соседи, что они видят расположение такого в городе, над всей проезжей частью улицы Николая Йорга, в Стефе начало мария. В данном случае я считаю об одной из партий, которая существует в Республике Молдова. Кто ответственен сегодня за ту составляющую текстовую, которая публикуется на растяжках и на рекламных счетах в муниципе? В целом по муниципию и в частности на тех растяжках, которые стоят и являются частной собственностью стойки. Это является частной собственностью. Есть собственность и ДРСУ, это возле роддома, на въезде в город. Остальное все это частники. То, что вы говорите растяжки над дорожным полотном, это все частников конструкции. Конструкции частников. Частная фирма продает данный вид рекламы, будем так говорить, услуги компании, кто ее закупает. Естественно, та компания вывешивает эту растяжку и они являются ответственными за эту растяжку как за содержание. но они должны приходить в отдел архитектуры и утверждать, что должно быть написано. Знаете, как сегодня происходит? Они пришли, получили ауторизацию на образно говоря, там видеомагнитофон. И вот там висит видеомагнитофон. Потом, когда начинаются предвыборные какие-то компании, мало того, что эти растяжки в 20 раз дорожают у этих компаний, у хозяинов конструкций, они продают и вешают там, что они хотят. Значит, если там нет ауторизации, то есть в отделе архитектуры у нас специалисты, которые объезжают город и видят, где нет ауторизации, пишут заявление в полицию, и полиция должна принять меры к данным хозяевам данной фирмы или к хозяевам данной конструкции. То есть сегодня мы так ответим зрителям, что это не чье-либо просто пожелание, все равно есть контроль, есть отслеживание и абсолютно точно идет отслеживание данного вопроса. То, что у нас в Бельцах много рекламных панно растяжек не ауторизированных, они подали в суд, идут судебные разбирательства, мы говорили три года назад, что центр города надо вообще освободить, как это сделали в городе Москва, освободили, вы все знаете, расширили улицу, так и в Бельцах должно было быть, но данные экономические агенты пошли в судебные разбирательства и вот уже оно длится по три, третий год, наверное. У нас сегодня пятница, мы действительно подводим итоги недели, сегодня состоялось открытие специализированных выставок, ярмарок, 23 выпуск прокасса Амбиент-Инфо и 14 выпуск салона Гурман. Филиал торгово-промышленной палаты в партнерстве с Трима Вима и Цепи Белц при поддержке ООО КНАУФ предлагают широкий ассортимент, ярмарка интересная, ярмарка достойная, качество и ассортимент отечественной продукции. Николай Николаевич, когда мы сможем больше внимания дать развитию малого и среднего бизнеса в муниципе? Вы знаете, мы в партнерских отношениях с торгово-промышленной палатой и я не против малого и среднего бизнеса, я только за развитие, за то, чтобы люди открывались, люди зарабатывали, было больше рабочих мест, но это должно быть все в рамках законодательства. Спасибо большое в рамках законодательства мы сегодня с вами были весь этот час прямого эфира, спасибо всем зрителям, кто был активен и задавал свои вопросы, я надеюсь, что мы ответили максимально на все вопросы, впереди выходные, что пожелаете? Вы знаете, я пожелаю, ну, завтра рабочий день, ну, рабочий, суббота, рабочий день, я пожелаю, чтобы наши люди, мельчане, чтобы они были только здоровы, когда они будут здоровы, и будет у них и отдых прекрасный, и трудовые дни будут прекрасные, ну, а за выходные дни пускай наберутся сил на следующую неделю. Спасибо большое, всего вам доброго, мы с вами прощаемся, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok